У нас сегодня Мишель Фуко и вообще постмодернизм – основные черты. И, ну, давайте, вот, Мишель Фуко – это, как бы, ну, самый главный представитель постмодернизма и, можно сказать, один из основоположников постмодернизма. Он не такой, собственно, древний, он родился в 1926 году, вот он всего лишь на год старше моего отца. То есть это, как мой, можно сказать, папа. Умер он в 1984 году, когда я уже, в принципе, уже закончил университет и уже работал, в принципе. Но как-то о нем нам было не очень много известно, хотя его книга «Слова и вещи» была переведена на русский язык еще в советское время, по-моему, в 1977 году. И, в принципе, если бы я был более любознательным, я бы мог о ней что-нибудь узнать. Тем более, что ее переводил один из, ну, близких мне людей, Виктор Павлович Визгин, который, вот, родной брат Владимира Павловича Визгина. А Владимир Павлович известный историк науки и здесь долгое время преподавал на физтехе у аспирантов историю науки, историю философии науки. Так что мы с ним много общались и в Институте истории естествознания и техники, и вот здесь на физтехе. Так что, в принципе, круг очень близкий. Это не то, что там Саркер, который где-то далеко, или там, не знаю, Карл Густав Юнг. Это уже, в общем, очень близко к нам. Хотя бы переводчики Мишеля Фукова, я лично знал одного из переводчиков. Так что, это уже совсем все близко. Но здесь, прежде чем мы перейдем к нему лично и к его философии, я бы хотел сказать несколько слов вообще о том, что такое постмодернизм или постмодерн. Ну, это как бы и модное понятие, наверное, на слуху у многих. И хотелось бы понять, как оно возникло и откуда, и почему постмодерн, и что такое тогда модерн. Вот это надо немножко об этом сказать. Ну, вот что касается модернити или модерн по-французски, это на самом деле на русский переводится как новое время. Ну, потому что мы в России следуем Гегелю. Вот Гегель говорил «ноэцайт». У меня такое есть понятие «ноэцайт», «новое время». И он считал, что это новое время начинается с Лютера, с реформации. Ну, на самом деле, конечно, не только Лютер, это и Декарт, это и Галилей, это и Бекон. То есть это некоторая новая, ну, как бы скажем, новая программа, где, в принципе, в основу кладется рациональность, то есть вера в разум человеческий. Так что для нас, в каком-то смысле, модерн – это, можно сказать, то же самое, что эпоха просвещения. То есть эпоха веры в разум и способность человека переустроить общество и самого себя, и науку построить на основе разума. И, в принципе, как-то достичь какого-то золотого века. То есть это какая-то даже утопия была связана с модерном. И вот, как бы, считается, что постмодернизм появился тогда, когда вот эта утопия провалилась, когда вот проект модерна не состоялся. Ну, кто как считает? Некоторые считают, что он не состоялся, уже несостоятельность модерна проявилась уже в Первую мировую войну, когда вот люди, как вы знаете, стали травить друг друга газами, так сказать, убивать и так далее. Причем выдающиеся, наиболее цивилизованные государства и так далее. Некоторые считают, что, может быть, модерн уже стал как-то проявлять черты декаданса еще в конце 19 века. Это точка зрения, например, Макса Нордау. Вот у него есть такая книга, я, по-моему, о ней уже успел сказать, «Ворождение». Энтертунг по-немецки. Энтертунг, сейчас забыл уж как произносится. Прошу прощения, значит, «Degeneration» по-английски переводится. Вот, где он как раз говорит о том, что какие-то черты вырождения появились уже в конце 19 века. И он считает, что четыре фигуры наиболее здесь значимые, в смысле вырождения, это Шопенгауэр, Ницше, Вагнер и Лев Толстой. Но все-таки взгляд Нордау был как-то не совсем мейнстримовским. Его активно критиковал Бернард Шоу, например. Ну, то есть он не был как бы признан, сам Нордау не был признан как в качестве, так сказать, выразителя общественного мнения. И даже сейчас в каком-то смысле забыт. Я даже не удивлюсь, если кто-нибудь из вас слышит это имя в первый раз, или если слышал, то тоже от меня же. А вот разочарование, которое наступило после Первого мировой войны, это уже, конечно, такое, в общем, очень характерное, так сказать, состояние смятения умов. Здесь можно вспомнить и Олдингтона, смерть героя, и Хемингуэя, прощая оружие. Ну, и целое, так сказать, потерянное поколение, как оно называлось тогда. То есть поколение, прошедшее Первую мировой войну, разочарованное. И тут же, собственно, стал набирать силу нацизм, фашизм в разных странах. И, собственно говоря, это только добавило вот к этому разочарованию в проекте Модерна. И даже вот такой, в общем, вроде бы, хэппи-энд, если это можно назвать так, как поражение Гитлера и создание Организации Объединенных Наций, как это попытка реконструкции гуманизма, в общем, все-таки это не совсем состоялось. И вот тогда, вот на развалинах этого проекта Модерна, вот заговорили о постмодерне. Ну, и, соответственно, постмодерн должен отрицать основные постулаты Модерна. То есть, ну, как вот, неевклидовая геометрия должна отрицать какие-то постулаты Эвклида. Ну, например, постулаты параллельных. Вот, а здесь главный постулат Модерна – это вера в разум, что человеческий разум все может. И вот как, допустим, строили свою философию, скажем, энциклопедисты? Вот, были средние века, когда господствовала вера, когда разум был в подчинении, когда от человека требовалось принести разум в жертву. Это даже было такое понятие – sacrificium intellectus, то есть, как бы, жертвоприношение интеллекта. То есть, человек, начиная верить, он, как бы, отказывался от своего разума. Ну, и считалось, что это приводит к, значит, нетерпимости, к фанатизму, к ханжеству, к преследованиям за убеждения. Ну, то есть, ко всем вот этим неприятным чертам, которые вот как раз представители эпохи Возрождения считали необходимым просто критиковать и как-то от них уходить. Вот именно в царство разума. Значит, как бы постулат, что разум – это главное, вот от него теперь постмодернизм отказывается. Он называет, ну, тут не Мишель Фуко, тут другой идеолог постмодернизма, тоже француз, Жак Деррида, он называет это, как бы, черту вот эту характерную для эпохи модерна – логоцентризм. Ну, понятно, логос – это, как бы, в данном случае и логика, и разум, и все, вот все, что связано с разумом. Значит, логоцентризм – это вот характерная черта проекта модерна, и вот постмодернизм, он, как бы, отрицает логоцентризм. То есть, и в чем это проявляется? Ну, если вы, допустим, верите в разум, то вы должны действовать, ну, декартовским методом, идти от простого к сложному, вот, полагать в основании ясные, отчетливые суждения, пользоваться логикой, проверять постоянно свои, как говорится, выкладки. И, в общем, можно достичь на этом пути очень многого. И, как вы знаете, наука достигла очень больших успехов, на самом деле, именно идя по пути модерна, по пути рационализма, по пути, вот, просвещения. Но, значит, здесь вот есть одно «но». Это культ разума и вот это служение разуму требуют всецелой посвященности человека. То есть, человек должен всю свою жизнь посвятить разумной деятельности, культивированию разума, науке. И это становится с каждым поколением все труднее и труднее. Вот, ну, допустим, вы пишете там, не знаю, магистрскую диссертацию или, ну, не знаю, что вы сейчас пишете, но от вас требуют объект исследования, предмет исследования, какие методы вы используете, какие задачи вы ставите, в чем новизна вашей работы, в чем ее актуальность. Вы должны дать обзор литературы, что уже сделано. Если вы там пропустите какое-нибудь важное исследование, выяснится, что вы там изобретали велосипед, что это все, что вы делаете уже давно кем-то открыто, то вас будет критиковать, может быть, даже унижать в каком-то смысле. А таких любителей, как вы знаете, очень много. Вот мы уже говорили о садизме, да, вот и о мазохизме тоже. Вот, то есть все это, конечно, пышным цветом. Везде, где есть люди, везде есть агрессия, везде есть зависть, везде есть все эти, так сказать. То есть наука, в общем, становится очень энергоемким предприятием, и людей просто доводят чуть ли не до самоубийства. Первый случай – это фауст Гёте, но думаю, что таких фауста очень много, на самом деле. Может, кто-то и на фистехе есть. Вот, так что, и получается, а стоит ли как бы жертвовать жизнью ради какого-то, может быть, утопического проекта, понимаете? Вот как возникает вопрос. То есть вот эта как бы посвященность, то есть фактически, что человек от всего отказывается ради науки, ради разума, встается вопрос, а что, неужели вот человек, человеческая жизнь ничего собой не представляет, кроме как вот служение этому как бы божеству, этому в каком-то смысле идолу. Вот, и... Но этот вопрос ставили еще экзистенциалисты, это не вопрос так... В этом смысле постмодернизм продолжает некоторые традиции экзистенциализма. И поэтому те философы, которые лежат в основании экзистенциализма, они же, в принципе, перекочевали в постмодернизм. Вот, прежде всего, Ницше, вот, Киркегор, Достоевский и так далее. Но здесь еще вот добавляется такая некая черта постмодернизма, это недоверие к большим нарративам, так называемые. То есть, вот, то, что сейчас, вот, как обычно в социальных сетях характеризуется, как слишком много букв и без картинок. Вот, когда человеку предлагают книгу, там, на 300 страниц, или, там, многотомное какое-нибудь, не знаю, издание, типа, ландавшица, и говорят, вот здесь истина, но это требует погружения, это, вот, так сказать, это не детектив, это вам не Агата Кристи и не Джеймс Бонд. Здесь надо думать, здесь надо конспектировать, здесь надо лезть в словарь, там, не знаю, здесь много формул, наконец. Вот это, ну, допустим, формул нет, но есть много терминов, есть много просто каких-то занудных рассуждений. Не знаю, там какой-нибудь, не знаю, уже Кант начал вот эти, так сказать, термино-творчество такое в философии, Гегель продолжил. Так что, таких вот легко читаемых философов, как Шопенгауэр и Ницше, их не так много. На самом деле, вот, чтение Гегеля или Фихта, или, допустим, Канта, ну, в общем, достаточно энергоемко, то есть, в принципе, так вот, за один день не прочтешь. И тогда возникает вопрос, а стоит ли, вот, ну, конечно, такие большие нарративы, характерны не только для эпохи просвещения, они уже появлялись и раньше, собственно говоря, весь корпус Аристотеля или Платона, или, там, не знаю, сумма теологии Фомы Аквинского, это тоже большой нарратив в каком-то смысле. То есть, в принципе, в это тоже можно погружаться. Но, как бы, те большие нарративы средневековья были отвергнуты модернам. Но модерн, отвергнув схоластические большие нарративы, тут же создал свои. То есть, на место, допустим, суммы теологии пришла критика чистого разума. Но не думаю, что это намного проще. Вот, даже в каком-то смысле, ну, не знаю, может, мне, у меня так мозги устроены, мне проще читать Фому Аквинского, чем Канта. Ну, я охотно допускаю, что кому-то проще читать Канта, чем Фому Аквинского. Но, в любом случае, это не легкий труд. И тут, видите, вот постмодернизм вообще выступает против такого жанра, что человек, как бы, требует, чтобы его читали. Ну, во-первых, это объявляется амбицией. Значит, если человек пишет большой нарратив, вот он приносит вам в издательство книгу на 700 страниц и говорит, я опровергаю общую относительность Эйнштейна. Почитайте. Вот 700 страниц, значит, не спешите сразу в мусор, выбрасывать там мусорное ведро. Это плод моих многолетних рассуждений, там, размышлений и так далее. Ну, сами понимаете, что с таким человеком делают, если у него нет рекомендаций, рекомендательных писем и так далее. Вот. Но если даже есть эти рекомендательные письма, понятно, что критика чистого разума или там феноменология духа Гегеля это не, так сказать, неграфомания, это какие-то серьезные вещи. Сам, между прочим, Мишель Фуко начал свою карьеру в философии с того, что перевел антропологию Канта на французский язык. Ну, это есть такая книга «Канта. Антропология». Ну, она, кстати, передана на русский язык. Это курс лекций, фактически, Канта, который он читал в Кенигсбергском университете. У нас так и называется «Антропология». Ну, он такой достаточно, как, кстати, вот если уже начинать читать Канта, я бы посоветовал, может быть, даже начать с антропологии, потому что это, так сказать, более простое чтение, чем критика чистого разума или там критика практического разума. Но вот это просто курс для студентов, он действительно немножко популярный. Кант рассказывает интересные истории, своеобразные и так далее. Но вот, тем не менее, это, конечно, достаточно толстая, объемистая книга. И вот перевести ее на французский язык, оказывается, до Мишеля Фуко никто этого не делал, перевести, прокомментировать, это уже было достаточным трудом, и фактически это послужило основанием для присуждения ему ученой степени доктора философии. Вот, и в каком смысле его прославило. Вот, но это вот как бы, то есть, но понятно, что Ижиль, Делиос, например, написал несколько очень ученых сочинений по философии Спинозы, там, Декарта и так далее. То есть, нельзя сказать, что это были, как бы, лентяи, которые не могли ничего, так сказать, написать. В конце концов, даже у постмодернизма есть тоже свои большие нарративы. Например, «Антиэдип», «Жили Делеза», это довольно толстая книга, и тоже там довольно нагруженные терминами и так далее. Да и Мишель Фуко, на самом деле, его многотомные, так сказать, исследования, лекции, они тоже там нелегко читаются, так сказать. Но, тем менее, все-таки они написаны несколько в ином стиле. Ну, вот чем отличается стиль, скажем, вот, Дериды, Деррида, Мишеля Фуко, «Жили Делеза»? Я бы так сказал, они отличаются тем, что их можно начать читать с середины. Вот настоящий большой нарратив, он предполагает введение первую главу, вторую главу, третью главу, энную главу и заключение. То есть, если вы пропускаете первую главу, во второй уже становится ничего непонятно. А вот постмодернистскую литературу, того же, допустим, Фуко, можно, в принципе, начать читать с любой страницы. То есть, это какой-то, как вы знаете, голограмма. То есть, если вы, допустим, кусочек голограммы возьмете, то вы получите то же самое изображение целиком, только размытое. Ну, вот, не знаю, правильно я объясняю? Ну, вот, вот то же самое. То есть, если вы начнете читать там книгу, неважно, Мишеля Фуко, Делеза, Деррида, вот, Лакана, то Леотара, вот, там есть несколько имен, то, в общем, вы получите некое представление о постмодернизме или об этом авторе. То есть, там нет какой-то, вот, так сказать, связной, последовательной, такой понарастающей, идущей какой-то, вот, мысли. Ну, скажете, ну, а Маркса «Капитал»? Нет, вот «Капитал» нельзя так читать. Если вы возьмете «Капитал» Маркса и, там, начнете его читать с середины, вы можете и не понять вообще, зачем эта книга написана. Даже Чарльза Дарвина, если вы просто начнете читать там, где-то тоже с середины, то тоже, в общем, у вас не останется какого-то, ну, связанного вещей. Ну, тем более, если вы откроете «Ландау Ливш» тоже с середины, то тоже, так сказать, не сказать, что вы выучили физику. Вот, так что здесь надо погружаться. Даже Фрейда, если вы начнете читать с середины, там тоже не исключено, что вы ничего не поймете. Вот, все-таки это, как бы, классики. В этом смысле предшественниками постмодернизма, так сказать, авторами, которых можно читать с любой страницы, это можно к ним отнести, вот, Шопенгауэра, отчасти, хотя, в общем, все-таки мир как воли и представления связанные произведения, и сам Шопенгауэр говорит, что оно органично. Скорее, Ницше. Вот Ницше действительно такой философ, который может читать с любой страницы. И потому что он пишет, так сказать, в виде каких-то афоризмов. Ну, из русских, допустим, это Василий Розенов, например. Вот его тоже может читать с любой страницы, более-менее. Значит, ну, Киркегора в каком-то смысле. Ну, Паскаля, кстати, как ни странно, мысли Паскаля, поскольку они были уже в таком, как бы, хаотическом состоянии после его смерти, то действительно можно было сказать, что в каком порядке располагать, в таком и, как говорится, они просто набор отдельных, как бы, афоризмов. Наверное, конечно, и части Шопенгауэра, я имею в виду, вот, например, его афоризмы житейской мудрости, наверное, их тоже можно читать как-то с середины. Вот, то есть фактически, как бы, от новеллы или от такого большого нарратива мы переходим к какой-то, ну, мало связанной, так сказать, системы отдельных эссе или отдельных каких-то мыслей, афоризмов. В пределе это как бы какой-нибудь живой журнал, то есть какая-то вот последовательность вот каких-то размышлений там на каждый день, дневник, вот это как бы постмодернистская литература. Причем это может быть дневник, допустим, шизофреника. Ну, вы скажете, но чем интересен шизофреник? Ну, вот, действительно, в модерне ему места нет, потому что модерн основан на разуме. Поэтому такой, например, человек, как Антонен Арто, например, ну, который автор вот этой знаменитой понятия театра жестокости, он, конечно, с точки зрения, он как бы, ну, дипломированный шизофреник, так сказать, человек, который лежал долгое время, лечился в клиниках, он как бы с точки зрения модерна, он неинтересен. Ну, подумаешь, какой-то шизофреник. И шизофреник – это значит человек с нарушенным мышлением. То есть у него нет связи между мыслями, непонятно, зачем он это все излагает, и вообще, как говорится, ни предмета, ни объекта, ни цели исследования, ничего там нет, ни методов, а просто какие-то вот… Ну, ладно, вот, вы понимаете, о чем я говорю. Значит, ну, конечно, в каком-то смысле, вот, я говорю, что никогда ничего не появляется просто на ровном месте. Когда Ницше сказал о том, что надо философствовать танцуя, он уже в каком-то смысле предвосхитил эту мысль постмодернизма, что что значит философствовать танцуя? Это перескакивать, можно сказать, с одной мыслью на другую. То есть ударяться в какие-то лирические отступления. Понимаете, как-то вот, может быть, позволять себе как какую-то вот вдруг ассоциация какая-то возникнет, человек бросает какую-то мысль, не доведя ее до конца, хватается за эту ассоциацию и начинает какую-то другую мысль развивать. То есть с точки зрения модерна это, конечно, абсурд, это как бы провалы в логике, это такие вот как бы хиатусы, не знаю, как это сказать, такие вот пропасти. И это недопустимо, вот эти как бы прыжки мышления. Это недостаток. За это просто проваливают диссертацию, если она содержит такие пробелы, так сказать, такие пропуски мысли, отсутствие связи, скажут, нет связи, нелогично. Ну, редактор пишет, где связь и так далее. Но вот у Ницше эта мысль уже есть. У Хайдегера она дальше развивается. Хайдегер говорит, что, не говоря же о том, что Хайдегер вообще, можно сказать, весь построен на Ницше, пропитан Ницше, но он даже еще вот говорит о том, что на самом деле требовать от философа строгой логичности, ну, я помню, я рассказывал это в лекции о Хайдегере, это все равно, что вытащить рыбу на берег и заставить ее плавать на песке. То есть вот эта обстановка поэзии или вот вдохновения, она также необходима для философа, как для, допустим, художника или композитора. То есть нельзя вот все это, вот, как говорится, в прокрустово ложе логицизма, так сказать, все укладывать в философию. Она умрет в философии. Вот это тоже в некотором смысле тоже уже какие-то проблески вот этой постмодернистской ментальности. Так что, ну, и все-таки есть некоторые отличия от экзистенциализма, потому что экзистенциализм – это все-таки проект, ну, некой вовлеченности человека в политику, в идеологию, какая-то попытка заявить себя в этом мире, вот, создать жизненный проект. И в этом смысле, вот, если Хсартер говорит о жизненном проекте, то он все-таки требует от человека последовательности, он требует от человека какой-то идеологии. То есть, если я коммунист, то я должен уже вот реализовывать коммунистический проект. То есть, вступить в партию, платить взносы, ну, как минимум, участвовать в каких-то митингах, я не знаю, голосовать за что-то и так далее. Если я там избрал религиозный проект, я должен ходить в церковь, молиться, проповедовать и так далее. То есть, все-таки экзистенциализм предполагает некоторую вот такую тоже, в каком-то смысле, логичную и последовательную деятельность. И вот Хсартер, когда приводит пример этого студента, который не знает, идти ли ему в сопотевление или не идти, он как бы дает нам пример человека, который ищет свой жизненный проект. Но если уже этот студент пойдет в сопотевление и возьмет в руки автомат, автомат, понимаете, он уже будет действовать в логике своего жизненного проекта. Или если человек там идет в монастырь, как там, допустим, Томас Мертон становится терапистом, то он тоже идет в каком, то есть, тоже реализует некоторый жизненный проект. Понимаете? То есть, соблюдает монашеский устав, там, не знаю, отказывается от мяса или, там, не знаю, от чего, от секса. Ну, неважно. Но, в общем, он что-то с собой делает, со своей жизнью, что-то серьезное. То есть, жизненный проект – это нечто серьезное. И вот в этом смысле постмодернизм как бы, ну, стоит под вопрос эту серьезность. Где, скажем, у экзистенциалистов серьезность, у постмодернистов ирония. И сам ирония. Он может уйти, постмодернист, тоже в монастырь, но он будет постоянно иронизировать над этим своим решением. Понимаете? И он до конца не впишется. Или уже этот весь монастырь будет состоять из постмодернистов. Типа того, как Иван Ахлобыстин стал православным священником. Вот что-то в этом роде получится. Понимаете? Постмодерник. Ну, если бы Иван Ахлобыстин стал бы коммунистом, то я думаю, это было бы примерно то же самое, на самом деле. То есть, какой бы жизненный проект не реализовал постмодернист, он уже не может уйти от иронии и от самой иронии. Вот этим отличается, значит, постмодерн от модерна. Некто несерьезностью радикальной. Ну, здесь можно целый список, я видел этих отличий, скажем, постмодернизма от модернизма. И все-таки в этом смысле экзистенциализм – это продолжение, все-таки какое-то продолжение модерна. Вот, так что это можно продолжать. Теперь перейдем непосредственно уже к Мишелю Фуко, все-таки как мне наиболее близкому и понятному представителю постмодернизма. Хотя, конечно, может быть, это в ущерб другим деятелям. Вот лично Мишель Фуко сформировался под влиянием, кстати, коммуниста Луи Альтюсера. Ну, об этой фигуре, очень загадочной во французском интеллектуальном мире, можно сказать с несколько слов. Луи Альтюсер был, в общем, воспитан в семье очень таких добропорядочных католиков, получил довольно глубокую инициацию в католичество. И вот даже интересно, что потом его мобилизовали в армию, когда началась Вторая мировая война, и он попал в плен к немцам и провел там шесть лет в концлагерях разных. Ну, вышел из них, в общем, более-менее, конечно, с нарушенной психикой, но все-таки интеллектуально сохранным. И он был девственником, как ни странно. Вот его первая женщина, которую он встретил, была Элен Ритман, еврейка из Литвы, которая была коммунисткой, и она его посвятила и во все таинства, так сказать, сексуальности, и он, хотя она была не 10 лет его старше, и, конечно, опытнее, он все-таки на ней женился. А потом так произошло, что он случайно убил ее. Это уже было ему самому, уже было за 60, ей было за 70. Он массировал ей шею и каким-то образом умудрился раздавить или как-то... Ну, в общем, вообще, на самом деле, когда массируете шею, обратить внимание, это опасная вещь. Там неудачно, вот чуть надавите на позвонок, и может произойти, в общем, что-то необратимое. Его обвинили в убийстве. Он сам вызвал полицию, раскаялся, но поскольку он страдал долгими депрессиями после выхода из концлагеря, то он несколько лет отсидел в психиатрической больнице, и потом как-то его вроде простили. Он еще успел написать автобиографию. Вот, так что она есть на английском языке, и, конечно, и на французском тоже. Я где-то ее даже скачивал когда-то лет 6 назад и читал. Вот, очень интересный человек. Но он был всю жизнь коммунистом, под влиянием от этой своей жены Элен, она его обратила не только, вот как бы, не только его, в смысле, соблазнила, если так можно выразиться, но и обратила его в коммунистическую идеологию. И он, тем не менее, все-таки французское общество демократичное, его не выгнали с профессорской должности. Он продолжал преподавать философию, по-моему, даже в Эколь Нормаль, то есть в одном из самых престижных французских учебных заведений. И вот среди его студентов был Мишель Фуку. И Мишель Фуку настолько увлекся вот образом Льюи Альтюсера, что даже вступил в коммунистическую партию. Это был, кажется, 50-й год или вот 49-й, он еще был совсем молодым. Но вскоре он разочаровался в коммунистическом проекте. Ну вот сам Мишель Фуку вспоминает, что последней каплей было дело врачей, так называемое. Ну здесь надо просто несколько слов сказать. Может быть, для моего поколения это очень такое актуальное событие еще. Для, может быть, современного поколения это что-то, какой-то дымки исторической. Значит, Сталина вот 13 января 1953 года в газете «Правда» появилась статья, ну типа «Убийцы в белых халатах» или что-то в этом роде. Значит, где говорится, что наши органы госбезопасности раскрыли вот разветвленный заговор врачей, которые уже долгое время вот занимались вредительством, убили через неправильное лечение товарищей Щербакова и Жданова и готовили, значит, еще ряд покушений на выдающихся деятелей партии правительства и наших военачальников. Но вот они были, эта банда была пресечена, виновные арестованы, сейчас находятся под следствием, идет вот следствие, и уже раскрыты их связи с сионистской организацией «Джоинт». Хотя, среди этих врачей не все были евреи, среди арестованных были русские фамилии, и, кстати, один из участников этого заговора был личный врач Сталина Виноградов, который никакого отношения, конечно, к евреям не имел. Но, тем не менее, несколько имен, Лина Штерн, Вовси и так далее, они вот как-то настроили людей на то, что вот это какой-то еврейский заговор. И, в общем, началась такая довольно шумная антисемитская кампания в начале 1953 года. И вот это как бы, ну, естественно, поскольку советская компартия была лидером мирового коммунистического движения, соответственно, французская компартия тоже должна была подстроиться и как бы петь в унисон. Но вот на это уже, так сказать, не Альтюсер, наверное, поскольку у него была жена еврейка, вот Элен Ритман, не Мишель Фуко, который, конечно, просто как человек, ну, как бы разумный, понял, что это что-то, какая-то аберрация. И, правда, вы знаете, что потом, когда Сталин умер, через два месяца, конечно, дело дали отбой тут же, и, в общем, врачи этих выпустили. Но, как говорится, осадок остался. Вот, и, так сказать, для Мишеля Фуко это был, вот, как он считает, главный мотив, почему он все-таки вышел из компартии. Он понял, что если он вступает в компартии, он должен уже, как говорится, колебаться вместе с линией партии, понимаете? То есть, и он это уже, вот, понял, что он это не в состоянии вынести. Кроме того, он тогда почувствовал тоже какие-то, вот, так сказать, гомосексуальные тенденции у себя, и он знал, что отношение к гомосексуализму среди коммунистов было резко отрицательным. Это началось еще с 1934 года, когда был в Советском Союзе принят закон о уголовном преследовании гомосексуалистов, ну, это целая история. Сначала, вот, в 20-е годы вроде, как бы, в Советском Союзе была такая либеральная политика в этом отношении, но она постепенно ужесточалась, ужесточалась, и, в общем, это тоже, конечно, не способствовало, как бы, примирению Мишеля Фуко с коммунистической идеологией, хотя он все время оставался, как говорится, на левых позициях. Он никогда не был реакционером, там, не симпатизировал, там, не, скажем, религиозным фундаменталистом, хотя был католиком по крещению, даже в детстве прислуживал в алтаре, но он, видимо, потерял веру в связи с этим гомосексуализмом, ну, потому что, тут, опять же, вот, если берем жизненный проект, вот, смотрите, католик, если он выбирает жизненный проект, вот, он становится католиком, он не может практиковать гомосексуализм, потому что это грех, то есть он должен отказаться от этого, даже если у него есть такие склонности, он должен их в себе преодолеть, победить, это будет часть его реализации, его жизненного проекта, как католик или просто как христианина. Вот, ну, сейчас есть здесь, нюансы, я просто говорю о католичестве, ну, и, конечно, о православии. Вот, но вот, вот в данном случае, как бы, Мишель Фуко вот решил, что это его, его путь, скажем так, вот так он себя реализует как личность, и, соответственно, такая же трудность вышла и с коммунистами, то есть коммунисты, как и католики, потребовали от него вот жертвоприношения, то есть победив себе эту, как бы, перверсию, вот это, как бы, свое извращение, как по-русски говорится, да, вот будь нормальным, стань нормальным. Это тоже, кстати, был бы путь, может быть, для него, но это был бы другой жизненный проект, понимаете, который он не выбрал. Вот, это уже его, как говорится, человек живет один раз, и он выбирает то, что он хочет, вот, и потом, конечно, несет ответственность, как по Сарклу, за выбранный путь. И вы знаете, что Мишель Фуко, если не знаете, то я сейчас вам скажу, он умер от спида, то есть он заразился спидом именно вот посещая такие сауны для гомосексуалистов, по-видимому, вот в Беркли, когда он был приглашен туда читать лекции. Ну, а он об этом сам пишет, и биографы об этом пишут, а скорее всего он там и подцепил этот вирус. Тогда, когда он умер, в 1884 году, он даже, по-моему, еще только-только был диагностирован, ну, в смысле диагностирован, то есть еще мало кто знал вообще об этом спиде, что это такое. Ну, это надо почитать, конечно, специальную статью, но, в общем, он один из первых таких известных жертв спида. Вот, так что каждый человек выбирает свой жизненный проект и потом, как бы, несет, конечно, и ответственность, безусловно. Знаете, как испанцы говорят, Бог прощает всегда, человек прощает иногда, а природа не прощает никогда. То есть вот в этом смысле вирус вас не простит, так сказать. Сейчас научились, конечно, как-то предохраняться и лечить, но тогда это, конечно, было все еще, ну, другой был мир в каком-то смысле. Вот, ну, и вот, так сказать, выйдя из компартии, он, как бы, отправился в такое вольное плавание и стал выбирать себе, как бы, идеологию. Вот что, ну, понятно, что его все-таки как философа интересовало много, много чего. Во-первых, он стажировался как психиатр, и его интересовала всегда проблема безумия. Дело в том, что это как-то связано и с его, конечно, вот этой неправильной сексуальной ориентацией, потому что в то время, по-моему, чуть ли до 1773 года, Всемирная организация здравоохранения рассматривала гомосексуализм как болезнь. Потом это было что-то, вот, кажется, выключено, гомосексуализм из списков болезней. Но в то время, конечно, в конце 50-х годов, в начале 60-х, когда он вот защищал диссертацию, вот приступал к своему первому труду «История безумия в классическую эпоху», это было, конечно, еще, ну, как бы, болезнью, а значит, безумием. И его вот как бы заинтересовало вообще, а что такое безумие? Вот как вообще ставятся такие диагнозы? Что такое вообще безумие? И вот он решил, вот это как изюминка его метода, «История безумия», то есть, как безумие рассматривалось в средние века, в античности, в новое время, наконец, вот сейчас, в его, в 20-м веке, что-то изменяется, как вообще, вот, эволюционирует наше представление о том, что есть безумие. И вот появилась книга, которая принесла ему мировую известность, она переведена сейчас на русский язык, называется «История безумия в классическую эпоху». Ну, на самом деле, не только классическую эпоху, понятие классической эпохи достаточно размытая, он начинает с средних веков, значит, вот с того, ну, на самом деле, материал не так уж много, потому что в средние века, как и в России, так и на Западе, многие безумные как-то инкорпорировались в общество. Ну, во-первых, благодаря разветвленной сети, так сказать, монастырей и других центров, как бы, ну, скажем, корритативной такой вот, общественной милосердии, то есть какой-то за ними был уход, а какая-то часть безумных даже находила какую-то свою социальную нишу. Ну, вот, например, юродивые на Руси. Вот, в принципе, их можно было, в принципе, госпитализировать так, потому что все основания для диагноза налицо. Но, тем не менее, их почитали, вы вспомните Бориса Годунова, Пушкина, там, вот образ юродива, или вот знаменитая картина Сурикова, Боярни Морозова, где юродивый в углу там изображен. Вот, ну, сейчас не могу, к сожалению, предъявить вам иллюстративный материал, но я думаю, что вы и так поймете, о чем я говорю. Слово юродивый, юродство – это целая традиция. И вот Франциск Асиский тоже вел себя как-то достаточно странно. Хотя, конечно, может быть, на Западе вот такого культа юродства, может быть, не было. Но я говорю, что за всеми такими вот как бы ненормальными личностями за них брались вот монахи, как-то их, были приюты для них какие-то, и, в общем, как-то за ними был какой-то уход. И, в общем, это не была такая вот очень такая большая проблема для средневекового общества. Она как-то умела их... Многие из них были просто занимались странствиями, под видом паломничества отправлялись просто... Знаете, есть такой тип безумных людей, которые вот на месте им не сидятся, они вот там, так сказать, куда-то постоянно порываются прийти. Вот, так что как-то они там растворились в этом средневековом обществе. Но когда появился вот этот проект модерн и проект, так сказать, царства разума, тут они как раз все выявились. Потому что по Декарту кодито эрго сум. А если не кодито, если человек не кодитирует, не, как говорится, non-cogited, значит, не мыслит, значит, он как бы не существует. То есть его как бы нет. Это, кстати, мысли самого Мишеля Фукоя, это не я придумал, это вот у него. То есть он говорит, что вот это Декартовское кодито эрго сум предполагает небытие, социальное небытие психически больных. Их нет, потому что они не мыслят. Не мыслят так, как мы. Не мыслят логически, не мыслят методически. Значит, их нет. Это вот как бы лузус натура, как говорил тот же самый Макс Нардау. То есть какой-то лузер. Ну, несчастный случай, потеря природы. Вот лузус, то есть вот ошибка природы. Ну, и, соответственно, так сказать, они никто. То есть их положение резко ухудшилось в эпоху модерна. А значит, поскольку Мишель Фуко вот еще сам, может быть, не зная об этом, создавал постмодернизм, то вот это само его обращение к этой проблеме и попытка как бы реабилитации безумия, это уже есть постмодернистский проект, понимаете? Ну, не я скажу, что он один этим занимался. Я же говорю, что параллельно с ним работал Жиль Делез, вот писал, допустим, об Антонене Арто. Кто-то занимался там, не знаю, Джойсом, который тоже, конечно, эволюционировал, так сказать, не в лучшем направлении. Если вы возьмете, допустим, сравните даже портрет художника в юности с Улиссом и потом с поминками по Фенегану, вы увидите, как человек эволюционирует все более в сторону постмодернизма. В этом смысле можно сказать, что поминки по Фенегану и даже в каком-то смысле Улисс – это постмодернистский роман. Там же мы находим и поток сознания, и вообще многие вещи. Ну, тем более секретарь Джойса Сэмюэль Беккетт стал как бы классиком театра абсурда. То есть все это, в общем, уже идет в этом направлении. Ну, вы скажете, вот там, допустим, «В ожидании года», если вы почитаете эту пьесу и посмотрите ее, если она где-то ставится еще у нас в Москве, то вы увидите, что там как бы вот абсурд, театр абсурда. То есть непонятно, где там сюжет, а чем вообще кончается, а чему хочет научить нас Сэмюэль Беккетт, понимаете? Какой месседж он нам передает, кроме идеи, что все абсурдно и бессмысленно. Вот. То есть надо сказать, что вот эта как бы попытка реабилитации безумия, она была вот как раз в этом направлении. Вторая очень важная книга Мишеля Фуко называется «Надзирать и наказывать». Это продолжение той темы, которую уже начал Бертран Рассел в своей книге «Пауэр. Власть». Ну, вы помните, я там как-то о ней бегло очень сказал, в основном сконцентрировался на как бы вот этом эпизоде с сыном Бенито Муссолини, Бруно Муссолини, который там бросал зажигательные бомбы в эфиопские хижины. Но на самом деле это же проблема более глобальная. Как только человек получает власть, возникает вот эта как бы система, то, что вот Сартер называет садизмом и мазохизмом и так далее. То есть это, в общем, на самом деле очень опасная система. Она проявляется, конечно, прежде всего в психиатрической больнице, потому что врач, ну вот вы, наверное, читали, может быть, или смотрели фильм «Пролетая над гнездом кукушки». Вот там, ну это уже чистый постмодернизм, конечно, и во многом, я думаю, что даже вдохновлен, может быть, идеями Мишеля Фуко. Но это надо посмотреть, я просто сейчас не берусь об этом говорить. Но в любом случае это в том же ключе. То есть психиатрическая больница может быть примером, где один человек может проявлять практически неограниченную власть на другим человеком. Потому что тот человек, которого наказывают или содержат больницы, он лишён всех человеческих прав. И лишён именно Декартом, который заявил, что он не существует. Вот. Соответственно, и, конечно, преступник уголовный или политический, он тоже не существует. По другой причине, тут уже виноват не Декарта, а Руссо. Руссо сказал, что, так сказать, в нормальном обществе большинство решает, это общество строится на основании общественного договора, и люди, собравшись, решают, что они хотят, какие законы они хотят сформулировать, и как они будут наказывать так называемых врагов народа. То есть это термин, появившийся уже у Руссо. Потом он активно использовался во времена французской революции. Тогда и появился также термин контрреволюционер. То есть если человек против революции, если он там, так сказать, враг народа, то он тоже уже лишен существования в каком-то смысле, потому что он идет вопреки, он как бы против воли большинства. И большинство может оградить себя от таких вот как бы маргиналов. И в принципе посадить их в тюрьму, а почему нет? Вы знаете эпоху террора во времена французской революции. Все парижские тюрьмы были забиты не уголовниками, не ворами и убийцами, а просто какими-то там священниками, которые не присягнули к институции, или там аристократами, которые просто носят титул, так сказать. Или, не знаю уже, идеологическими врагами. В конце концов, сами революционеры стали друг друга сажать. Гильотинировал был Дантон. Понимаете, то есть лидеры, и в конце концов, самого Робиспьера гильотинировали. То есть, в общем, но когда появляется вот эта тюрьма, то там обязательно должен быть надзиратель. То есть человек, который как бы наводит там порядок. И фактически тюрьма мало чем отличается от психиатрической больницы. То есть этот надзиратель имеет практически неограниченную власть над заключенными. И это вот как бы вот в этих двух учреждениях, психиатрической больницей и тюрьме, вот, так сказать, выпукло проявляются все эти, так сказать, вот недостатки, или как бы, так сказать, своеобразия вот власти. Ну, я считаю, что, конечно, это надо читать, эти книги, потому что это тоже, говорю, большие нарративы эпохи постмодерна. Не хочу сказать, что эти книги надо читать прямо от корки до корки. Можно даже просто действительно их раскрыть и читать с середины, потому что, ну, вы сами понимаете, какая разница, какую тюрьму мы рассматриваем. Французскую тюрьму времен, там, Людовика XIV, или, допустим, там, не знаю, немецкую тюрьму, в которой сидел там, допустим, Юлиус Футчик, знаменитый коммунист. У нас просто отряд был имени Юлиуса Футчиков в школе, так, поэтому я немножко знаю об этом, который сказал, люди, я любил вас, будьте бдительны. Но можно взять и Чернышевского, который сидел, так сказать, в царской тюрьме. Неважно, Бакунина, который тоже сидел в царской тюрьме, в Петропавловской крепости там. Ну, не знаю, в общем, все, что угодно можно взять. Это неважно. В любой тюрьме, любого времени вы найдете примерно одно и то же. Так же, как и все равно, что мы берем сумасшедший дом, скажем, в Советском Союзе, или, допустим, вот в Соединенных Штатах Америки, по-моему, там, не знаю, где разворачиваются действия этой книги, пролетая над гнездом кукушки. Ну, а? Америка, значит, пожалуйста. А безумные везде одинаковы. Так что в этом смысле мы, как бы, можем начинать с середины. И даже можем, в конце концов, сами продолжать писать этот, как бы, этот нарратив из своего жизненного опыта, например. Совершенно не обязательно надзирательно оказывать можно и в семье. И у каждого есть примеры семейного насилия и так далее. Вот, так что. Ну, вот эти, как бы, две книги, они, как бы, сформировали уже, вот, основу. И, наконец, его какой-то эссе, где он назвал Маркса, Ницше и Фрейда «Учителями мысли». И таким образом, как бы, они стали, как бы, не знаю, крестными отцами постмодерна, что ли. Маркс, Ницше и Фрейд. Ну, здесь есть, конечно, нюансы. Потом, допустим, Жиль Делёс, он немножко поправит Мишеля Фуко и скажет, что Маркс и Ницше настоящие революционеры, а Фрейд буржуазен. Объясню, почему. Вы смотрите, значит, как рассуждает Делёс здесь, и в этом смысле он поправляет немножко Фуко. Значит, вот давайте выстроим, как бы, самый, ну, как бы, сначала возьмём этап фетишизма, так называемого. Значит, до Адама Смита было понимание, что вот богатый человек – это просто человек, которому много золота. То есть золото фетишизировалось. Вот просто надо было, как, знаете, скупой рыцарь у Пушкина, надо было вот эти сундуки наполнить золотом и стоять там и там разговаривать с ними, с этими сундуками, да. Вот это, как бы, считалось богатство. Потом появляется Адам Смит, который говорит, что на самом деле стоимость – это мера труда вложенного. Поэтому на самом деле труд – источник богатства. И, соответственно, тот человек, который, как бы, регулирует труд, ну, или, там, потом скажет Маркс, эксплуатирует труд, он и становится богатым. То есть богатство – это вот не просто там накопление золотых монет, а богатство – это некая деятельность, трудовая, прежде всего, деятельность. И так появляется политэкономия Адама Смита. И, наконец, Маркс, как революционер, он говорит, давайте третьему этапу перейдем, давайте, как бы, вот эту стоимость и собственность, которая, как бы, является собственностью человека, священное право собственности, давайте все это отменим, давайте собственность поделим. Вот, это будет революционный подход. То есть Маркс, как бы, преодолевает Адама Смита, а Адам Смит преодолевает вот этот средневековый фетишизм. То же самое с Ницше. Значит, средневековый фетишизм проявляется вот в католицизме, вот в этом культе мощей, святых, там и так далее. Вот в разветвленной системе, так сказать, ритуалов и так далее. Потом приходит лютер, который играет здесь роль Адама Смита, и говорит, что не надо всего этого, а отношения с богом должны быть личными, я и бог. То есть так же, как вот этот личный собственник Адама Смита. Капиталист, человек, который владеет собственностью. Вот, так же и здесь, как бы, христианин или верующий, который владеет верой. Вот, и он, как бы, вот это первый этап. А потом приходит Ницше, который говорит, что бог умер, и таким образом отрицает лютера. Вот видите как? А у Фрейда, а Фрейд только отрицает фетишизм любви, то есть любовь, как вот это, так сказать, чувство, которое обуревает Дон Кихотом, например, Дульсинея, Дульсинея, не знаю, вот, так сказать, вот это чувство, так сказать, фетишизм, вот как бы вот в этом смысле, что обожествление, ну, объекта любви. И когда вот Фрейд говорит, что на самом деле это просто инстинкт, ну, здесь можно сказать, что он имел предшественников, Дарвина и Шопенгауэра, но в любом случае вот Фрейд дальше говорит, что это любовь, это моя собственность, это вот моя семья, моя жена. Но дальше он не идет, значит, должен быть какой-то революционер, который должен революционизировать вот эти традиционные буржуазные ценности. То есть, вот, а кто это будет? Наверное, сам Жиль Делес, наверное, я так думаю. Но в любом случае этого фигуры еще нет. И таким образом получается, что здесь есть какая-то асимметрия. Маркс и Ницше с одной стороны как революционеры, и Фрейд как вполне еще буржуазный. Поэтому Жиль Делес и назвал свою книгу антиэдип, то есть против Фрейда. Вот это понятно теперь, все логично. Вот. Но на самом деле, конечно, и потом и Мишель Фуко пришел к этой же идее. Он уже написал предисловие к книге Делеса «Антиэдип», и, так сказать, как он сказал, что это введение в нефашистскую жизнь, пародируя слова такого известного католического автора Франциска Сальского «Введение в благочестивую жизнь». Он говорит, это введение в нефашистскую жизнь. Антиэдип. Но он сам понял, что действительно надо что-то делать с Фрейдом. И вот он пишет свою третью книгу «История сексуальности», где он пытается объяснить, как вообще выглядела вообще сексуальность, в частности гомосексуализм и так далее. И, в общем, фактически это была какая-то попытка подкопаться под самого Фрейда. Так что она, к сожалению, осталась недописанной, потому что, вы знаете, Фуко заразился СПИДом, заболел и умер. Вот эта поездка в США, кажется, 1975 года или 1977, не помню, она оказалась в этом смысле трагической. Значит, приехав в США по приглашению Беркли, университета Беркли, он прочел там ряд лекций, тогда он уже был известным человеком. Его уговорили коллеги, студенты потом тоже, как-то принять ЛСД. Ну, в общем, это, конечно, рискованный эксперимент над собой. Вы знаете, что от одной дозы, даже от одного однократного принятия могут наступить необратимые психические последствия. Но он как бы решил принять вызов, потому что он понял, что если он сейчас откажется, он как бы потеряет авторитет. А он, видно, был достаточно таким как бы неуверенным в себе человеком, что ли ему надо было вот именно завоевать каким-то образом этот авторитет почему-то именно этих американцев. И, в общем, вот с этого все началось. Потом он стал посещать уже, он, кажется, несколько раз был в Беркли, и он посещал там клубы гомосексуалистов. Тогда еще было все легально, сейчас, конечно, все изменилось, потому что введены меры в борьбе со СПИДом, там многие вещи запрещены, там и так далее. Все, так сказать, как-то... Но тогда это была еще как бы вот эпоха так называемой сексуальной революции. Вот. И, в общем, он пустился во все тяжкие. Может быть, он здесь действовал, наверное, оправдывая себя, как физик-экспериментатор. Ну, не знаю, как вообще ученый-экспериментатор. Он же писал историю сексуальности, значит, он считал, что он должен собирать материал в полевых исследованиях. Ну, как вот религиоведы едут смотреть шаманов, например. Но вы сами понимаете, что одно дело, когда религиовед смотрит на шаманов, а другое дело, когда он сам проходит инициацию шамана и сам становится шаманом. Ну, вы скажете, ну, это же как бы лучше, если человек сам стал шаманом, он лучше поймет шаманизм как явление. Вот, допустим, один из религиоведов, например, Мирча Элиады, румынский религиовед, который потом преподавал в Чикагском университете, религиоведни, и вполне был таким уважаемым профессором последние годы своей жизни, он тоже начинал как вот с путешествия в Тибет или в Индию, где он там пытался пройти какую-то инициацию, понимаете. То есть это, в общем, вполне понятный заход. Был такой еще один известный французский философ, религиовед тоже, Рене Генон, который так и кончил в качестве суфия, хотя он был католиком по крещению, но умер со словами, как передают его биографы, «Аллах, Аллах», понимаете. То есть, видите, так сказать, уже, как говорится, погрузился с концами, то есть уже не выплыл из этой инициации, понимаете. И в конце концов, в общем, по этим же стопам шел в каком-то своеобразном смысле и Мишель Фуко. То есть вот погрузившись в эту гомосексуальную субкультуру, он как бы из нее не выплыл и в конце концов заразился спидом и умер. То есть вот и не дописал свою историю сексуальности, она так и осталась недописанной. Вот это, так сказать, то, что вот произошло. Ну, он, правда, до конца пытался как-то бороться. Он сначала не понимал, что с ним происходит. Он приходил в больной совершенно на лекции. Ну, вы знаете, что от спида не имеет характерных, ну, собственно, симптомов, это не рак. Спид – это просто падение иммунитета. И он, собственно говоря, вот умер, наверное, от пневмонии все-таки, наверное. Но он там постоянно простужался, постоянно был с температурил. До конца пытался вот все-таки читать лекции. Приходил больной, там вот извинялся, что он сегодня не в форме и так далее. Ну, в общем, мужественно старался вот до конца донести какие-то свои идеи. Ну, вот его книга, еще одна «Слова и вещи», она была переведена, как он сказал, на русский язык. То есть, все-таки его ценили в России, как и Сартра, потому что у нас была такая, как бы, ну, попытка искать друзей, единомышленников. И вот Мишель Фуко казался так, в общем, все-таки другом, потому что он был все-таки левым. Он был против войны во Вьетнаме, конечно. Конечно, он был, в общем, достаточно, при том, что он посещал Беркли, он, конечно, был достаточно антиамериканский настроен и так далее. Ну, и были у него какие-то заслуги, скажем, перед СССР, которые позволили перевести эту книгу. Так что, ну, влияние Фуко, вот, можно сказать, ну, вот, Жиль-Делес, я вам уже сказал. Хотя Жиль-Делес на год старше Фуко, он в каком-то смысле был его учеником. И вот то, что именно Фуко пишет предисловие к Анти-Эдипу, это показывает, что все-таки здесь Фуко главный. Кто пишет предисловие, тот и главный, скажем так. Вот. Ну, так сказать, дальше, вот, если продолжать, что было после смерти, вот, Мишеля Фуко, ну, вот, собственно, на 10 лет его пережил Делес. Делес умер в 1095 году, вот, и успел, так сказать, в общем, продолжить, как бы, эту традицию. Потом, после самоубийства Делеса, вот, эту традицию продолжил Жак Деррида. Ну, о нем просто тут несколько слов буквально. Он вообще еврей. Ну, если там Жиль-Делес и Мишель Фуко, и Луи Альтисер, они французы, и Цартер, значит, мы сталкиваемся с вот, с евреем, Жаком Деррида, который был тоже, как и Камю, родился в Северной Африке, и там же получил образование, и вот всю жизнь боролся с этим, я не знаю, как он выглядит во франц... Североафриканский акцент французского языка. Такая сложная вещь, но любой француз безошибочно распознает выходцы из Северной Африки. Там маленькие какие-то нюансы произношения, в общем, ну, не знаю, это надо быть тонким специалистом. Но он, я просто знаю из его биографии, что он всю жизнь как-то немножко комплексовал по этому поводу и боролся с этим североафриканским, алжирским произношением. Но, тем не менее, он состоялся, конечно, как философ, и даже в каком смысле он даже более известен, чем Мишель Фуко и Делеза, и когда вот говорят, постмодернизм, почему-то первого, кого вспоминают, это именно Жака Деррида. Вот. Значит, здесь что я могу сказать? Вот у него такой есть термин очень важный, вот, я сказал, критика логоцентризма. То есть, вот, можно сказать, что Жак Деррида уже вот как бы идеолог. Ну, там был еще Леотар, который написал, собственно, книгу «Ситуация постмодерна», где вот как бы уже рефлектировал над тем, что такое постмодерн. Ну, вот, скажем, Деррида обогатил постмодернистскую философию вот некоторыми терминами. Значит, логоцентризм или критика логоцентризма, но, соответственно, логоцентризм как-нибудь упрек, фалоцентризм и деконструкция. Вот такие были как бы термины, которые он ввел. Ну, я бы поговорил, пожалуй, ну, фалоцентризм – это сложная вещь, это как бы, скажем, «man-centered society», вот так можно сказать. То есть, вот, некое принижение и унижение женщины – это тема, которую, на самом деле, уже развивала Симон де Бавуар. Так что, на самом деле, он здесь… Вообще, вот, кстати, один из упреков в адрес, скажем, Деррида – это вот как бы на самом деле отсутствие новизны. За фасадом новых терминов мы видим некоторую вот эпистемологическую бедность Деррида. Ну, особенно критикуют его понятие деконструкции. Ну вот, потому что, ну, а хорошо, а вот революция там французская – это не деконструкция, допустим, старого мира, а Ленин – это не деконструкция царизма, скажем так, а Декарт – это разве не деконструкция схоластики? Ну, допустим. Ну, это, да, согласен, согласен. Нет, но в любом смысле, когда мы говорим вот об универсальном сомнении Декарта, разве это не деконструкция? Или когда мы говорим о критике чистого разума Канта, разве это не деконструкция? Деконструкция. То есть, получается, что деконструкция была всегда в каком-то смысле. И тогда о какой, можно говорить о постмодернистской деконструкции? Хорошо, тем более христианство как деконструкция язычества, и даже деконструкция удаизма, если хотите. То есть, здесь, в принципе, можно говорить вот о деконструкции, но просто он придумал слово очень какое изящное, популярное, которое сейчас вот как бы модное. Но, в общем, вот как бы непонятно, что здесь, так сказать, вот он хотел этим сказать, по сравнению с теми примерами деконструкции, которыми мы уже встречались на протяжении истории. В каком-то смысле даже вот это понятие Томаса Куна, смена парадигм, это тоже деконструкция. Квантовая механика деконструирует классическую. Ну, что сказать деконструкцию? То есть, фактически как бы разобрать на бревна старую конструкцию, вот так вот, так я могу сказать. Да, действительно, в каком-то смысле мы разобрали на бревна ньютоновскую парадигму, скажем, классическую динамику. Хотя здесь можно говорить о принципе соответствия, что вот при малых, при малом значении V к C мы переходим от специальной относительности классической механики. Но ведь все равно самое главное, E равно mc квадрат, это же никак из классической механики не получишь, правильно ведь? И в мысли ньютону не пришло, что масса может быть связана с энергией. Вот, то есть это или там, что траектория исчезает в квантовой механике, это, конечно, радикальные сдвиги, тектонические, можно сказать. Вот, но, так сказать, деконструкция, да, ну, это термин. Говорю, фалоцентризм, да, действительно, так сказать, вот эта идея господства мужчины и в семье, и в обществе, и в науке, и вот в философии. Даже, смотрите, вот по моим персонажам, где у меня там редко-редко где-нибудь появится женщина, и мелькнет, и нет, как говорится. Вот там в лекции сегодня, которые читал в 9 часов утра, для 4 курса, она посвящена Декарту, мелькнула королева Христина. И все, которое он читал, там, шведская королева, собственно, которая его пригласила, и где он и умер, там, в Стокгольме. Вот, собственно, вот и все. А где еще, так сказать, вот женщина? Ну, там вот Бокаччо, когда я там в теории в эпохе Возрождения вспоминаю вот о славных женщинах. Вот Симон де Бавуар. Ну, и, в общем, так сказать, все. Вот это, конечно, с точки зрения Деррида, это вот какой-то радикальный порог современной цивилизации. Вот так можно понимать. Ну, логоцентризм, опять же, конечно, я говорю, что логоцентризм в каком-то смысле, если вот довести критику логоцентризма до конца, до логического конца, то это самоубийство философа. И понятно, что, опять же, я говорю, что парадоксальным образом постмодернисты порождают свои большие нарративы, хотя на словах от них, как говорится, открещиваются. Ну, вот, собственно говоря, вот эта такая как бы противоречивость этой фигуры Жака Деррида и вот такой быстрый взлет и, в общем, достаточно быстрое падение. Он, кажется, умер в 2004 году, то есть, в общем, совсем недавно, но уже сейчас как-то вот начинается какой-то вопрос, а был ли мальчик, понимаете, вот какое-то уже начинается вот сомнение вообще, а что это вообще, этот постмодерн вообще, что он значит. Хотя, конечно, вот наша, так сказать, культура, клиповое мышление, так называемое, даже подача новостей уже предполагает некоторые вот, ну, постмодернистские заходы, безусловно. Вот, или там понятие мягкой силы, например. Все это, конечно, в общем, пронизано. Наша культура, конечно, пронизана постмодерном, безусловно. Ну, вот я пытался это донести, но тут уже, вот, по-видимому, одной лекции недостаточно, наверное. Я, как бы, это будет такое некоторое введение в постмодернизм, понимаете. Но, и это сама по себе, вот эта, как бы, постановка лекций, что я не, тоже не предъявляю вам некоторый большой нарратив, некоторый параграф первый, параграф второй, параграф третий, или в прошлый раз мы закончили на параграфе четвертом, сейчас перейдем к параграфу пятому, тоже предполагает, что, в общем, ну, и я тоже человек постмодерна, понимаете. И мои слушатели, люди постмодерна, если я буду, допустим, упрямо там вот следовать марксистской методологии или там, скажем, схоластики средневековой, то это вот просто будет, как говорится, вынос тела в какой-то момент. Он произведен, да, понимаете. То есть, или вынос мозга у слушателей, или у меня у самого, понимаете. То есть, ну, нельзя, как бы, совсем жить, так сказать, вне эпохи. Мы можем не соглашаться с постмодернизмом, но, как бы, не замечать его, такой роскоши мы позволить себе не можем сейчас, по-видимому. То есть, всякое явление должно быть как-то проанализировано, так сказать, пусть даже отвергнуто, но мне, конечно, ближе Сартер с его идеей жизненного проекта. То есть, я, в общем, по натуре человек более серьезный. Но я понимаю, что постмодернизм я не могу просто, как бы, игнорировать. Вот, так что я должен что-то сказать по этому поводу. Тут еще вот есть такая проблема, ну, уже конкретно, уже, так сказать, тоже в рамках этой же, это называется антипсихиатрия. Ну, просто мне это было близко, потому что у меня родители психиатры, мы вот с мамой часто обсуждали этот вопрос. Она воспитывалась, как и все советские психиатры, на немецко-швейцарской школе, на Блёйле, на Крепелине, ну, то есть, на таких классиках немецко-швейцарской психиатрии. Не на Фрейде, хотя, конечно, тоже он был известен. То есть, лекарства, давать людям лекарства, держать их все-таки в сумасшедших домах, ну, конечно, без там цепей, издевательств, там смитных рубашек, конечно, это все уже было отвергнутое, гуманное отношение к больному, это понятно. Но все-таки вот то, что предлагали постмодернисты, вот, например, соавтор Жиля Делёза, Гаватари, психолог тоже, психиатр, вот антипсихиатрию, то есть, например, сумасшедший дом, где больные как живут какой-то коммунный, самоуправляемый, где они сами выбирают себе врачей, там, медсестер, там, где как это, ну, что-то вроде фаланстера, фурье, понимаете, где вот все это, так сказать, вот как, или там, не знаю, этих цеха, вот этих ткачих у Веры Павловны, что делать, то есть какая-то вот коммуна, понимаете. Ну, а вот антипсихиатрия – это отрицание всех культур... Ну, это вы уже куда, так сказать, это уже пост-постмодерн, это, так сказать, я еще некомпетентен говорить об этих людях, хотя, наверное, они вдохновляются... Хорошо, нет, ну, я согласен, я сказал, клиповое мышление, и в этом смысле можно сказать, что и рэп тоже есть пост-постмодерн. Ну, рэп – это и есть... Но, естественно, и как и Ницше сказал, философствовать танцуя. Вот фактически рэпер, он же тоже, если вы проследите его причудливый поток ассоциаций, он же тоже, в принципе, танцует, он перескакивает с мысли на мысли, с ассоциацией на ассоциацию. Иногда эти ассоциации чисто... Ну, если уже, так сказать, понятно, что вы можете диссертацию написать о современном рэпе, пожалуйста, и вас примут ее, и вы будете кандидат к культурологии. Высшей школе экономики, пожалуйста, защищайтесь. Да, наверняка есть и будут, но вопрос в том, что это. Вот я думаю, что рэп – это как раз вот это как бы философствовать танцуя по Ницше. То есть это вот как раз именно отсутствие какого-то универсального замысла, и когда вот... Ну, или как бы то же самое театр абсурда, допустим, у Сэмюэля Беккета. То есть это вот все примерно явления одного и того же порядка. Вот. Я просто хотел сказать, что антипсихиатрия в каком смысле она характерна? Она характерна своей утопичностью, потому что когда вот делесы, гваттари попытались создать такую коммуну душевнобольных, то вот ничего не получилось. Душевнобольные оказались неспособными управлять собой, и, в общем, это... Ну, этот проект потерпел фиаско, в общем. Ну, по разным причинам. Просто я хочу сказать, что, в общем, поэтому я боюсь, что и вообще весь проект постмодерна тоже будет когда-нибудь признан несостоятельным. Но, безусловно, какую-то печать он отложил на современном мире. И вот я думаю, что, конечно, можно продолжать вот и в том направлении, в котором предлагает Арсений, то есть вот анализировать рэп, анализировать, не знаю, мемы, да, пожалуйста, да. Да, и можно гипертекст, гиперссылки, вот все это, так сказать, вот, например, бесконечный тупик Голковского, тоже пример такого постмодернистского текста. Ну, все что угодно, да. Но, в общем, это бесконечное, как бы, исследование, и у нас сейчас уже, я думаю, время подходит к концу, так что тут есть вопросы в чате, я подойду, попробую их прочесть и ответить на них. Секундочку. Вот Иван Шамов спрашивает, но ведь понимание предмета зависит не только от внешней вовлеченности атрибутики. Если тебя инициировали шаманы, ты не обязательно станешь лучше понимать шаманизм как явление. Нужно изучать корни и проникнуться ими. А ну, Дарья Макевнина сказала, что у нее звук пропал. Восстановился звук, Даша, как или нет? Не знаю. Ну, в любом случае, запись какая-то, наверное, будет, да, ведь, в общем, рано или поздно. Вот, я, что касается инициирования в шаманы, я просто говорю, что с точки неэкзистенциализма это смена жизненного проекта. Если я был религиоведом, атеистом и становлюсь шаманом, то я либо лгу, так сказать, либо я действительно пережил обращение. Вот что-то одно из двух. Либо я играю, как бы, роль шамана, но это другое. Тогда это, так сказать, театр. Вот, театр жестокости, Парто, он тоже предполагает некоторую вовлеченность в пьесу, а не просто пассивное созерцание этой пьесы. И сами актеры тоже могут входить в зал, не знаю, надеть на кого-нибудь колпак или обсыпать там, как сказать, мукой зрителей, понимаете? То есть, ну и так далее. То есть, да, конечно, все это связано, но просто это отдельная тема, вот, так сказать, религиоведения. Это, может быть, мы еще поговорим об этом в других лекциях. Я просто сейчас скажу, что я планирую, в принципе, дальше. Вот у меня есть... Я хочу следующую лекцию посвятить Паулю Фейрабенду. Именно он будет тоже в каком-то смысле постмодернист, но только в философии науки. Ну, чего стоят одни его названия, его книг, «Против метода» или «Прощай разум». Так что я думаю, что это будет как раз интересная лекция. И она больше даже в каком-то смысле по теме нашей, чем даже Мишель Фуко. Хотя он тоже, в принципе, всегда во всех программах по философии науки он присутствует. Так что приглашаю вас на следующую лекцию по Паулю Фейрабенду. И мы, может быть, поговорим еще о каких-то проблемах, которые мы начали обсуждать сегодня. Ну вот тогда все. До свидания. Продолжение следует...